МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ПОЕС МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ПОЕСС МОСКВА перешла на второй. Я жил в это время, это был где-то 1986 год. Такая была чехарда, потому что я носил двое часов. Поезда ходили по московскому времени, мы жили, скажем так, по казанскому времени, ну на самом деле бывшему московскому. Еще в апреле 2018 года Государственный совет Республики Татарстан обсудил вопрос о смене часового пояса. Однако депутаты пришли к выводу, что предложение в современных условиях не актуально. С точки зрения астрономии не Казань живет по московскому времени, а Москва по казанскому. Оба города расположены в третьем географическом часовом поясе. Иными словами, оптимальная разница с Гринвичем должна составлять три часа. Центр этого географического часового пояса находится на долготе между Нижним Новгородом и Чебоксарами. То есть время рассвета, полудня и заката как раз в Казани соответствует более-менее оптимальному. Иначе говоря, в Татарстане светает когда надо. Это в Москве и в Санкт-Петербурге позже положенного. Однако летом разница между московским часовым поясом и Гринвичским составляет два часа из-за перехода Великобритании на летнее декретное время. Так вот, Москва живет по времени не второго пояса, где она находится, а по времени третьего пояса, где находится город Казань. И разумеется, мы как раз сейчас с вами живем по поясному времени третьего пояса. Притом находимся недалеко от центрального меридиана этого пояса. И считается, что для биологических часов это самое лучшее время тех, кто живет вот как раз рядом с центральным меридианом этого третьего пояса. Или другого, который существует на земном шаре. Перевод стрелок часов на час или два позже может повлечь за собой и негативные последствия. Например, метеорологи, приученные работать по гринвичскому времени. Все карты составляются согласно всемирному координированному времени. Однако переход в другой часовой пояс повлияет на координацию. Также проблемой является и нестабильность между летним и зимним периодом. Продолжительность светового дня слишком разнится. Это может стать возможной причиной путаницы в биологических ритмах людей. Иван Шаньширов, Валерия Карташова, Николай Суховский. Универновости.